Глава региона озвучил жалобы родителей ульяновских школьников. Родительская общественность возмущена ситуацией с питанием. Алексею Русских в соцсетях пожаловались на то, что учеников, чьи родители платят за обеды, и детей-льготников, которым положено бесплатное питание, кормят за разными столами разными блюдами. Школьников из многодетных и малообеспеченных семей в некоторых школах лишили первых блюд – салатов и сладкого. Глава региона поручил разобраться в этой вопиющей ситуации, исправить ее и не допускать впредь. Дают урезанное питание. Считаю, что это совершенно недопустимо. Дмитрий Александрович, хочу понять, что происходит. По информации главы Ульяновска Дмитрия Вавилина, с 6 сентября в городе началась большая волна проверок качества и организации питания в школах. Уже выявлены нарекания к работе одного из операторов питания, которые не имеют никаких оснований для изменения его качества и количества. Я официально заявляю, что сегодня ни один норматив по питанию не пересмотрен. Соответствие решения, а оно должно быть принято Ульяновской городской думы, не рассматривалось, не принималось. Поэтому сегодня юридических оснований к уменьшению рациона питания, к уменьшению качества, объемного питания абсолютно никаких нет. В СМИ и соцсетях ульяновцы обсуждают факты отмены бесплатного проезда для ульяновских школьников. Проверки показали, что значительные траты бюджета на проезд школьникам в прошлом году во многом оказались неэффективными, став не столько помощью семьям, сколько скрытым механизмом бесконтрольной передачи значительных средств частным перевозчикам. Известны случаи, когда в Димитровграде по выпущенным там картам школьников совершалось до 20 поездок в сутки или оплаты проезда картой по несколько раз в минуту. Проанализировав ситуацию, Алексей Русских решил, что возврат бесплатного проезда ученикам возможен при выполнении ряда условий. Для части ребятишек, кто живет далеко от школы или ездит на дополнительные занятия, бесплатный проезд становится реальной мерой поддержки семьи. Поэтому я принял решение рассмотреть возможность возвращения этой льготы для тех детей, кто действительно пользуется общественным транспортом для учебы, а не для того, чтобы съездить потусить в торговом центре. В новом учебном году в Ульяновской области работает 465 муниципальных детских садов и 7 негосударственных дошкольных учреждений. 49 тысяч детей посещают детские сады и очередь в них фактически отсутствует. 393 школы Ульяновской области приняли более 127 тысяч школьников. Школьной формой обеспечены все дети 100%. Я напомню, что в соответствии с нормативными актами Российской Федерации Ульяновской области в каждой школе существует свой локальный акт относительно школьной формы. Цвет, что это входит в комплектацию, есть ли на шейфе, которые характеризуют данную школу. И порядка 90% родителей выбирают производителей местных. В России также продолжает действовать федеральная программа «Туристический кэшбэк». В области также реализуются инфраструктурные туристические проекты. В 2022 году регион получил федеральное финансирование по нацпроекту «Туризм и индустрии гостеприимства» на три направления. Строительство автокемпингов, обустройство пляжей и туристических маршрутов. В этом году региональная комиссия отобрала 9 проектов, из которых два направлены на обустройство пляжей. Пляж в новом городе, поселке Рыбацкий. Пляж в Германском заливе, где находится туристическая деревня Артекова. Там порядка 20 миллионов. Плюс два проекта, поддержанные по части развития горнолыжного спорта и туризма. Мы поддержали два горнолыжных комплекса на приобретение горнолыжного оборудования. И три проекта прокатных, то есть на создание сабстанции, прокат досок по реке Свияга. В Ульяновской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Осенние гидравлические испытания находятся на завершающей стадии. Рекомендовано срок до 21 сентября завершить подготовку систем теплоснабжения к работе в отопительный сезон. 22 сентября необходимо обеспечить циркуляцию сетевой воды и начать отопительный сезон по общим срокам для объектов социальной сферы. По 26 сентября для жилищного фонда при наступлении периода за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесущая температура будет ниже 8 градусов. На заседании также обсудили реализацию нацпроекта «Малый и средний бизнес» и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы. В его рамках Ульяновская область откроет в Москве мультибрендовый бутик региональных товаропроизводителей «Союз», а в Самаре и Сызрани магазин бюджетных местных товаров «Фабрика». Занялись также демонтажом незаконно установленных вывесок и рекламных конструкций. В нашем регионе насчитывается 478 таких объектов. Также была озвучена дата проведения прямой линии губернатора. Глава региона ответит на вопросы ульяновцев в прямом эфире 16 сентября. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.